Гравитационное поле меня притягивает к себе. Да! Чё-то типа того. Сэм! Хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами продолжаем рафтить в игру под названием Рафт. Как вы помните, в прошлом эпизоде у нас с вами просто потрясающие были находки. Мы пофармили вепри, мы убили птицу огромную. И сегодня мы отправимся на поиски новых островов, самых масштабных, невиданных ранее человеком. Должен признаться, я слегка удручен. А именно тем, что ну вот делаю я всё это. И непонятно, к чему мы стремимся. Чего мы добьёмся. Всё кажется таким тщетным. Да и в целом сегодня такой, знаете, вот этот день, когда ты не можешь найти в себе силы, мотивацию на что-либо. Держишь в руках арбуз, кушаешь его, просто пачками жуёшь, жуёшь. И падаешь. Чёрт возьми. Подплывает акула и жрёт тебя немножко, откусывает тебе пол лица. А ведь это была моя рабочая половина лица. Как я теперь буду фоткаться? Вот это красавец, вот это урод. Видите, только больше поводов грустить у меня сегодня. И остров мы проплываем мимо. И штормит чё-то. И какой-то гигантский остров, я вижу, прорисовывается. Мы были уже... Мы... Что? Мы были же там. Не хочешь ли ты мне сказать, игра, что мы плывём туда же или нет? Вряд ли. Это новый остров. Что ж, готовимся к высадке. Освободить трав. Готовность 30 секунд. Нам нужны эти ресурсы. Поэтому действуем аккуратно и слаженно. Увидимся на берегу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ты делаешь? А, совершаю высадку на пляж. И что? Ты это делал уже сто раз. Ничего особенного. Зачем такой кипиш поднимать? А, я просто в Warpath весь день играю на мобилке. Это мобильная реал-тайм-стратегия, в основу которой легли реальные исторические события. Например, высадка на Амаха-бич. Вот я и немного под впечатлением. Новая бесплатная мобильная реал-тайм-стратегия Warpath. Игра, в основу которой легли реальные исторические события и военная история. Возглавьте свою армию и сражайтесь против жестоких войск Ревен или против враждебных альянсов игроков по всему миру. Собирайте исторически достоверную военную технику и оружие. Например, Танк Тигр или автомат АК-47. Вас ждут более 100 реалистичных единиц боевой техники, которые можно модифицировать и кастомизировать. Живитесь в роль одного из более чем 10 реальных командиров, каждый из которых имеет свою историю и набор уникальных навыков, что поможет вашему войску увеличить шансы на победу. Вы сможете управлять каждым юнитом индивидуально и точно применять свою тактику. У юнитов есть взаимосвязь, камень, ножницы, бумага. Вы можете применять подробные стратегии, такие как окружение, перемежение и ограничение позиций и блокировки. Сражайтесь с реальными игроками по всему миру на картах, созданных на основе реальных боевых локаций. Или формируйте с ними альянсы, объединившись против общего врага Рейвенс. Качайте Warpath по моей ссылке в описании прямо сейчас и соревнуйтесь за звание самого сильного полководца в Warpath. А многие игроки получат шанс выиграть потрясающие призы. Теперь это твоя команда. Настоящая военная игра Warpath. Играй прямо сейчас. Подробности в описании. Да, что-то мы переиграли. Давайте без шума, без паники, без лишнего пафоса просто залутаем этот остров. Но сначала хочется показать этой акуле, что ей здесь вообще нечего делать. Не смея шиваться здесь рядом. Давайте наложим кирпичи немножко. Акула там где-то, по-моему, была. Что-то я слышал. Ну, неважно. Сколько бы секций плота эта акула не сжирала, я всегда скрафчу больше. Кстати-кстати, нам нужно сделать стрелы. Для этого перья и слитки. Поскольку на этом острове вепри. На этом острове огромная птица. И чайка, которая из-за перспективы кажется такой же большой, как птица. Черт, темнеет. Нельзя в ночь идти, надо будет поспать сейчас. Почему я пью, а вода только уменьшается? Это что за прикол? Налить. Наполнить пресной водой? Наполнить пресной. А, у меня там, кажется, была соленая. Я немножко соленой воды выпил на ночь. Ну, а что? Я думаю, в небольших количествах соль даже полезна. Перья, слитки, доски. Изготовить. 22 стрелы. Прекрасно. Ладно, спать. Рыбный анекдот. От недоблогера. Часто ли вы разговариваете об утопленниках? Да не, но вопрос иногда всплывает. Рада на рассвете простулись. Помянем номер один. Ты был номер один для меня. Не слушай номер один. Это я ему так сказал, чтобы просто утешить. Ты для меня номер один. Мы все это знаем. Еды набрали, воды набрали. Какие-то ты видел, что здесь кабан бегал? О, нет. Засек. Хорош. Я соберу с тебя все стрелы свои потом. Вот так. Больно, больно, больно. В сраку получил. Стрейф. Опа. Ой, как близко. Ой, как близко. Все. Победил. Эй, стрела, хватит. Хватит ее лазить. Хватит. Хватит. Ладно, собираем. Давайте сразу на плод пойдем и приготовим. У меня тут превосходная вырезка. Видите? Чудесные мраморные прожилки. Хорошие толстые кусочки. Теперь у нас пять таких шкур. Я не знаю, для чего они нам пригодятся. Что-то замутим. Ну теперь птица. Я не знаю, есть ли мне смысл с ней сражаться. Давайте просто залутаем все, что нам нужно здесь и уйдем. А нужно нам следующее. Вот это. Какой удачный маленький водоемчик. Оу. У нас нет с собой топора. Придется вернуться на плод. Но сначала... Вон он ходит. Ходит еда. Еда? Ты где? Что это за бунт такой? Еда не согласна с тем, что она еда? Нет, по-моему, даже очень согласен. Оп. Мимо. Тихо. Давайте прямо вот отсюда. Оп. И еще раз. И еще раз. А, еще раз. Сколько у тебя надо попасть? О! Этот баран привел нас к убежищу. Может, это его? Кто знает, кто знает. Блин, мы же не можем взять его... Мы же не можем собрать его на еду. Бессмысленная смерть. Ну, глядя на него, я думаю, он только спасибо мне скажет. Тут была стрела, я не могу теперь ее найти. Стрела за жизнь. Равноценный обмен, понимаете? А, нет, вот стрела. В жопу твою жизнь. Что это? Поднять. Так, это что-то у нас. Рецепты. Железный слиток. Прекрасно. О, может быть, мы можем прям топор здесь сделать. Так, один болт. И досок побольше, которые краснели. О, черт. Нам вообще надо на плод идти. Здесь мы все забрали? Да. Все, в целом дофига теперь. Дофига. Пресной воды. Сейчас мы возьмем еду. Место освободили. Песок какой-то в кармане у меня. Блин, я старею, походу. О, мясо есть. Ну, все. Стоп. Не тревожить. Не тревожить чайку. Я вылил пресную воду. Из-за тебя, чайка. Ненавижу. Ну, что, зато перья побольше подобрал. Так, а может быть сделать... Пантовый опреснитель. У нас, по-моему, где-то был рецепт его. Вот, не нуждается в топливе. Доски, пластик и стекло. У меня три стекла. Как раз-таки у нас тот самый песок. Заветный песок лежал где-то тут. Доски, пластик и стекло. Ловься, песок. Стекло готово. Ну, давайте узырим этот чудо-опреснитель. Вот с таким звуком мы его почему-то крафтим. Давайте поставим его. Да, вот сюда. Окей, давайте смотрим, как это работает. Налили. Налили. До хрена налили. Блин, ну прикольно. Так, а поскольку теперь ночь наступает, мы поспим. Оп. Невозможно уснуть днем. Ждем, блин. Может, что-нибудь кинуть, пока жарится на ночь. Во, окорочка. А теперь спать. Где опреснитель? Покажи, как это работает. Пока никак. Вообще по нулям. Ладно, зато у нас вот есть вода. Окей, все. Думаю, теперь можно валить. Да, видимо, эта вода будет долго опресняться, но зато топливо не требуется. Так, я вижу вон там наверху пещера. Здесь мы уже посмотрели. Хотя нет, давайте, знаете, не будем ходить повсюду, а лучше пройдемся постепенно повсюду. Чтобы ничего не упустить, например, вот это классное деревце, которое просто просит, чтобы я срубил его. Не благодари. Я не понимаю, чел, который здесь построился, как он жил среди этого борово и среди этой птицы? Как-то он нашел с ними общий язык, но потом они его все равно грохнули, потому что я его здесь не вижу. Ох, меня привлекает этот пляж, этот днишко. Посмотрите, как много всего. Давайте гоу все это поднимем. Главное, что по кулу сюда не могла заплыть. Но это далеко от плота, так что окей, все. О-о-о, смотрите. Я впервые вижу дно в этой игре. Там еще ресурсы. Нету нигде ее? Делаем свое дело, пока не клюнут нас. Вон она. Но она не знает, что я здесь. Я очень скрытный. Я по стелсу плыву. Место закончилось. Давайте картофан весь сожрем. Освободили еще два слота. Мне кажется, можно еще и тебя сожрать. И тебя сожрать. Я арбузик один. Все. О, нет! Как ты узнала, что я здесь? Кто сказал? Нет. Все, вот здесь я не достигаем для нее. Мы уже поняли, что ее цель, в принципе, не я, а плот. Можно сказать, что это плот ее фантазии. Она хочет использовать его для своих плотских утех. Да ладно? Такое тоже бывает? Это что, такой массивный прилив случился? Он такой думает, дай-ка я сделаю себе номер прямо возле пляжа. Смотрите, и что там? Как прикольно. Продолжаем здесь плавать, все загребать. Все ходы, ребята, рыбный анекдот. Очень важно, очень важно. Сак прислал. Что осталось рыбой, когда она подперхнулась хлебом? Она захлебнулась. Хорошенький. Мы уже здесь вторые сутки находимся. Я сейчас хочу аккуратненько собрать все деревья, поисследовать. И совсем не хочу сражаться с этой птицей, просто тратить на нее ресы. Чтобы не сражаться с этой птицей, я прегражу ей вот этой птичьей ножкой жареной. А, твоего, а! По-моему, ее только это взбесило. А это взбесило меня. Но ненадолго. Я отходчивый человек. Как она отстала от меня? Отстала. Все. Мы друг друга поняли, прости. Я здесь всего лишь, чтобы опустошить этот остров. Просто лишу его всех ресурсов. Таков план, птица. И пригрозить ей ножкой, разумеется. Смотри, что я с такими как-то и делаю. Че-то дождь пошел. А если сожрут ягоды? Че-то так ни о чем. А, они для всяких рецептов нужны, да? Да кому они нужны? Я простой человек. Я жру мясо. Жру мясо и картошку. Простые ингредиенты мне нужны. Аккуратней! Найн! Ой, сказал по-немецки. А вдруг она ненавидит немцев? Еще один тайник. Не зря сюда пришел. Сожру ногу прям, птица. Ты увидел, как я сожрал-то? О! А! Ладно. Все. Уже места у меня нету. Мне что, принять бой, типа? Это ты хочешь мне сказать, птица? Птица. Оп! Фак! Ладно, давайте возьмем вот этот тайничок. Че бы уронили? Бульон из головы. Железный слиток. О, нет. Не могу взять. Что же нам придется выбросить? Вот это. Оп! Фух. Потом доска не нужна. Железный слиток, вот. Железный слиток. Бульон из головы. Звучит аппетитно. Давайте камень уберем. Бульон из головы есть. Нееет! Я не хочу сражаться с этой птицей. О! Она меня опережает, чтобы передо мной взять камень. Она хочет, чтобы я видел, как смерть грядет. Так, это ягоды, которые я не могу подобрать. Давайте сожрем этот арбуз. Она опять вытаскивает камень. Бежим! Ха-ха-ха! Че ты не можешь против меня противопоставить? Ее методы не работают на мне. Я ухожу по своей воле. Не потому, что я там испугался. Мне просто лень. Что ж, наступила ночь. Мы с этим островом закончили. Давайте сверимся с нашим радаром. У нас в эту сторону тысяча метров. Но для этого нам нужно вот так вот повернуть парус. Поднять якорь. Злобно посмотреть на этого козлика. И отплывать! Теперь вот в эту сторону. Вот в эту сторону. Какого дьявола? Какого дьявола? Все, это последняя битва. Да! Мы как раз таки подобрали рецепт из головы. Возможно, это будет акулья голова. Че мне не нравится? Течение как-то вообще не в ту сторону нас несет. Может быть, если мы попробуем в эту сторону обогнуть вот так вот остров. Да, конечно, расстояние увеличивается знатно. Блин, это вообще не то, что я хочу. Все, обратка, обратка, в обратку. Вот сюда. Нам надо строго туда плыть. Но мне не дают. И что я должен с этим сделать? Взять весло, например, и помочь себе. Перебующие руки берегут. Весло сломалось. Недолго я себе помогал. Оп, есть. Я греб всю ночь. Никуда не ушел. Какого хрена? Почему ветер не помогает мне? Ну вот же, парус, в нужную сторону. Как нам заставить ветер подчиняться? Более того, нас сносит назад. Ну как я должен по сюжету идти, если меня сносит? Мы все равно будем свою линию гнуть. Гнуть, блин. Я буду смотреть на тебя, номер один. И ты будешь меня вдохновлять на подвиги. Грибу. Я грибу. Словно я грибу к тебе. Ой, прости. Случайно. Надеюсь, тебе не больно. Нам надо заставить игру поменять траекторию. Мне кажется, это мы сделаем, как только сойдем с пути. Вот, видите, начинают спауниться ресурсы перед нами. Все, игра прогнулась. Ха-ха. Прогнулась. Нихрида. Неужели она хочет, чтобы я греб до прям вот самой цели? Перебующие руки берегут. Гребаный ствол. Может быть, это слишком большой остров, и его гравитационное поле меня притягивает к себе? Да. Что-то типа того. Но раз мы с вами тут физики настоящие, то сейчас я вам говорю следующее. Мы наберем немного инерции и будем плыть, пока не упремся в нашу цель. Ибо закон сохранения энергии гласит, что энергия сохраняется. Когда вот мы ее как следует выработаем, что-то типа того. Да, Евгений, тебе только докторские диссертации защищать. Ну или докторские колбасы, что-нибудь из этого. О, хорошо уже. Смотрите, нормально так отгреб. И кажется, начинаю плыть. Обратно. Я не потерплю. Вот там какой-то маленький остров. Но он сратый, он мне не нужен. Вообще никакой остров не нужен. Мне нужно, чтобы ты плыл. Пожалуйста. Есть. Есть. Три весла потратили мы на это. Но есть. А еще медь готова. Давайте еще кирпичей наварим. Гуляем на все. Вот так разложим. Кстати, итого у нас уже 20 кирпичей. Мы плавили. О, напугало меня. Смотрите, дно. Что это значит? Мы приближаемся к острову опять. Мы прямо к нему плывем. Нас к нему притягивает. Я не знаю, что и думать. Хотя нам в ту сторону теперь нужно. Вот сюда. Давайте попробуем развернуть парус. Думаю, это то, что нужно. Мы все равно в нужное место приплывем. Игра должна нам позволить. Кстати, опреснитель приготовил целую кучу пресной воды. Наполнить. Смотрите, кто у нас тут сидит. Труп чайки. Мне просто нужна была еда. И перья. Зачем мне всего три пера, когда я могу еще больше их набрать? Для этого пришлось замарать руки. Чайкиным дерьмом. А пока ходим, проверяем наш плод на плотность. Очень плотный. Сейчас я плотно поем. И у меня закончился запас слов с корнем плод. Корнеплод. Наконец-то мы можем сказать этому острову прощай. Вы, кстати, тоже заметили, что мы плывем, а ресурсы не спаунятся. Такое ощущение, как будто бы мы вообще не в том направлении плывем, по мнению игры. Почему нас должно волновать мнение игры, правильно? Собственно, плавильня. Итак, нужно доски, хлам и гвозди. Доски, хлам, гвозди. Один сделали. 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 И сделали. Раз. Два. Три. Четыре. И теперь наполним все эти плавильни водорослями. Все, производство теперь будет в разы быстрее. Ага, вон тот остров, в котором мы проплывали. Куда мы держим путь? Надо чуть-чуть повернуть. Мы отдаляемся. Почему? Так, хорошо, приближаемся. Хреново, но приближаемся. И снова к этому острову плывем. И заметьте, вообще ресурсы не спаунились. Вот теперь они начали это делать. Походу, мы вообще против системы пошли. Нет! Кто тебе разрешал? Ты внук Брюса. Оно увеличивается. Твою мать, почему? Потому что нам нужно вот сюда. Значит, гребем веслом. Гребем, пока здесь ресы не начнут спауниться. А вот они и начались. Шестьсот сорок семь. Шестьсот сорок восемь. Шестьсот... Шестьсот сорок девять. Да чтоб тебя! И батарейка пуста. Так, пластик, медный слиток и хлам. Благо у нас есть хлам. Благо у нас есть пластик и медный слиток. Все, хорошо. Батарейка готова. Вот, надо строго вот сюда. Сберебующие руки беремут. Сберебующие руки беремут. Последний анекдот на сегодня. Грихан Ро прислал. Почему рыбу выгнали из казино? Потому что у нее была фишка. Блин, мне нравится. С каждым разом все круче и круче анекдоты присылаете. Продолжайте в том же духе. Впервые такое, чтобы игра полностью против меня шла. Вообще во всем. Течение всегда не в мою пользу. Хотя, смотрите, вот сейчас... Почему-то нас начинает сносить вот в эту сторону. Но мне надо вот туда. А куда парус направлен? Куда я смотрю? Пятьсот тридцать... Восемь... Пятьсот тридцать... Девять. Все, кажется, придется все самим делать. Даже парус не помогает здесь. Да. Будь она проклята. Ладно, хотя бы от этого острова отплыли. 472, 473. Нас опять несет в какую-то задницу. Вот так. Развернись ты. Ну, пожалуйста. Начни плыть сам. Начни. Я не хочу тратить рейса. Теперь он вообще на месте стоит. 77, 78. Окей. Делаем весло. Ладно. Видимо, мы теперь путешествуем самостоятельно. На физику больше не полагаемся. Я понял. Физика обиделась за мои эти дурацкие теории. Так, только что была какая-то прогрузка. Игра чуточку пролагала. Вон. Я вижу что-то. Вон оно. Оно это? Да. Мы гребем? Мы плывем в ту сторону? Скажите мне, пожалуйста, что мы плывем. Мы отдаляемся. Давай. Раз. И опустились. Все. А теперь? Четыре. Пять. Уродство. Ну ладно. Вы только посмотрите на этот остров. Он прекрасен. И на этом мы с вами закончим играть в рафт. На сегодня мы продолжим в следующий раз. И узнаем, куда же нас приведет сама судьба. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то поставьте кучу лайков. И так я буду понимать, что вам нравятся эти выпуски. И чем больше их будет, тем больше мне будет нравиться их делать. От души всех благодарю, друзья, что со мной в этой игре. И надеюсь, что вы останетесь и на другие видосы по этой игре. Или по любой другой игре, которую я сделаю. Для этого нужно просто подписаться на канал, нажать колокольчик. И не пропускать никакие уведомления. Ну а с вами был Юджин. И всем пьетч!